В селе Карабутака Тикибийского района состоялось мероприятие, посвященное столетию ветерана журналистики Националы Жанбурбаева. Он внес весомый вклад и в развитие системы образования. Подробности далее. Национал Жанбурбаев родился 5 мая 1923 года. Свою трудовую деятельность начал как преподаватель, а в 1958 году стал редактором местной газеты Жанна Аумер. Многим он запомнился не только как прекрасный общественный деятель, но и как хороший человек. Его сын Маман Жанбурбаев с гордостью говорит о своем отце, ведь несмотря на сложное время, он сумел дать каждому ребенку высшее образование. Мы благодарны отцу, потому что он научил нас в жизни, как себя вести, этики, эстетики. Он практически в нашей семье всем детям дал свое образование. Мы практически все имеем высшее образование. Работали, не буду говорить, там все мы работали на хороших должностях, работали по всему Казахстану. В принципе, поколение, поколение, мы стараемся выдержать то поколение, которое нам отец передал, дал направление в жизни. Мы, даст Бог, его продолжим. В честь круглой даты в сельском музее открылся уголок, посвященный ветерану журналистики. Здесь представлены как семейные фотографии, так и награды национала Жанбурбаева. Вдобавок, рядом расположился уголок, посвященный его брату Бегала. Из нашего села Карабутак вышли очень много известных людей, один из них – националом Жанбурбаев. В этот день исполнилось ровно сто лет со дня его рождения. В связи с такой крупной датой в нашем музее открылся небольшой уголок, посвященный памяти журналиста-педагога. А также его брату Бегалы Жанбурбаеву. Мы благодарны их родственникам, которые сохранили до сегодняшнего времени эти ценные вещи. Люди должны видеть это достояние. В целом в нашем музее насчитывается более трех тысяч экспонатов. В честь национала Жанбурбаева были организованы и другие мероприятия. Были проведены спортивные соревнования. Одно из них – сосязание по Казакшаку Рес. На его организацию было выделено более двух миллионов тенге. В нем приняли участие 15 спортсменов из разных уголков нашей области. За первое место победитель получил полтора миллиона тенге. Также проводились Аламан и Тайбайге. Отметим, что данный вид спорта существует в незапометных времен. Он опасный и сложный. Тем не менее, в этих скачках могут участвовать и дети. Я из Айтикибейского района увлекаюсь конным спортом уже с 8 лет. Сейчас мне 9 лет. Вначале я была очень сложная, но позже привык. Моего коня зовут Жаман Корен. До этих соревнований успел поучаствовать в других сосязаниях, где занимал лидирующие места. На организацию конного соревнования было выделено более трех миллионов тенге. Оно проводилось на республиканском уровне. За первое место в Аламан-Байге победитель получил 500 тысяч тенге. А в Тайбайге чемпион заработал 150 тысяч. Шасан Желбаков, Самат Каликенов, телеканал АКТБ.